Всем привет на канале Блондинка Драйв и сейчас вы будете смотреть дико смешное развлекательное видео. Что там будет? Сейчас вкратце расскажу. Мы будем ездить на Теслах по заправкам, да-да-да, заправочной станции АЗС и смотреть на рябцию заправщиков, которых я в этой шубке, как настоящая блондиночка, буду просить заправить мою машинку. После чего я буду просить их залить масло в Теслу. Как вы понимаете, если вы чуть-чуть разбираетесь, что такое Тесла и вообще электромобиль, всего этого там просто априори нет. Поэтому это будет дико смешно. Ну что, вы готовы смотреть? Стоп! Перед тем, как дальше продолжить просмотр, нажмите кнопку подписаться и поставить палец вверх. Вам не сложно, а мне приятно. Ну что, погнали! Поснимай, поснимай, Давидыч едет, бля. Ну привет! У, кто-то насчитался хейтерский комментарий с утра, и поэтому у кого-то плохое настроение. Но мы люди такие. Я человек такой, что у меня позитив прет, и неважно, что обо мне человек говорит, какого мнения, я все равно буду относиться к нему хорошо. Чего и тебе, Эрик, желаю. Позади меня уже стояла однажды Model 3, и это была обычная, по-моему, Стандарт Плюс она называлась, а это у нас Model 3 Performance. Чем она вообще отличается? Во-первых, я сразу обратила внимание на ее тапки. У нее тапки выглядят более агрессивно, у нее красный суппортаж, чтобы все понимали, что это кама-пуля, а не тачка, и в ней порядком больше лошадей. То есть в ней 473 лошади, вместо 250, которыми обладала та машина, она ускоряется дико быстро. То есть, чтобы ты сидел с комфортом, тебе нужно постоянно вот так вот очень сильно напрягать все твои мышцы спины и шеи. 3,3 секунды до 100, конечно, очень сильно сказываются на моем шейном отделе. Мне надо будет сегодня на массаж, походу, сходить. Багажник сзади, багажник спереди, лючок с левой стороны бензобака, и, конечно, на этом моменте очень многие заправщики будут ловиться. Как это так? Спереди и сзади багажник, а где тогда двигатель? А вот непонятно где. Вот так, интересно будет посмотреть. Так, открываю багажник, как будто это капот. Ну что, на самом деле тачка стала получше в плане длительности хода. Запас хода у нее теперь в районе 500 километров, в отличие от 350 заявленных на прошлой модели, на которой мы катались, великий Усюк. И это какие-то надежды нам дает на то, что тачка в скором времени будет адаптирована к дальним поездкам. Насколько я знаю, Тесла официально не представлена в России, но ее можно спокойно найти на дроме. Но это вам так, на заметочку. Так, все, мы приехали. Можно, пожалуйста, до сотого полный? Можно, пожалуйста, подзаправить сотый до полного? Пожалуйста, помочь. Я вчера просто машину докупила, еще не разбираюсь. Вот, и куда тут тыкать, чтобы открыть люк? Здравствуйте, а можно, пожалуйста, дизель нам? А, да? Ну, давайте тогда я на эту заеду. Здравствуйте. Здравствуйте, у вас с той стороны бака. Уверены? Мне кажется, что там дырочка. Не-не-не, это с той стороны. Просто машину вчера купила, и пока не разбираюсь еще. Тут должна быть кнопочка просто открывания бака. Вот, бака. С той стороны нет. Как нету? Я серьезно? Я тут тоже думал, с той стороны. Сейчас, давайте попробую открыть. Можете посмотреть? Там же открывалась какая-то. Смотрите. Вот. Это зарядка. Вот написано, а, это багажник открыла, дурочка. А вот тут. А, это тоже. Это капот. Сама дурочка. Ой, нет, багажник я зачем-то открываю, подождите. Сейчас, подождите, багажник открыла. А, у меня даже спереди багажник есть, ничего себе. Не-не, это переди не багажник. Спереди, наверное, багажник тоже. Написано багажник? Да, тоже багажник? У нее два багажника? Да. Ничего, вот эту я машину себе купила, конечно. Как круто. Ой, смотрите, открылась, открылась. Обычно ошибается у кого-то две машины. Да. У меня только одна. Вот папик только одну подарил. Сейчас. А здесь вы не заправляете электричество? Здесь нет. А куда мне ехать? Ее там процентов зарядки осталось очень мало. А видите же электроказ? В смысле? Ну, заправлять. А как его заправлять? Ну, а как его заправлять, простите? Да, заправка электричественная бесплатная. А где она? Есть, наверное, какой-то бачок там, куда заправлять надо. Я видела, что есть еще полу, куда можно заправлять электричеством. И гибридные они вроде как называют. Это не такая? А может, у нее спереди есть куда заливать? Это электромашина? Ну, вроде как, да, но у нее должна быть эта. Это 20 литров. А, вот он где. Ну, что? А? Электричество. А как же? А как у нее заправлять тогда? А, ну, и да, и вправду некуда тыкать. А здесь у вас не раздают электричество? А, и вправду. Я такую машину первый раз вижу, поэтому... Первый раз? Да. Что вы говорите? А здесь вы не заправляете электричеством? Нет. А у вас нет электрических этих? Нет, у нас же бензин топлива. А, а это что? Это бензин. А, первый раз у вас три года работают. Нет, нет, приезжает этот БМБ и электрический, и этот есть. У них два бака есть. А, то есть и электричеством, получается, и бензином можно? Понятненько. А вы впервые такую машину здесь видели? Да, 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 поэтому я же... Ага, ага. Но она красивенькая, мне она нравится. А может у нее спереди вообще какой-то бак? Нет, я попробую. Сейчас откроем. Посмотрите, пожалуйста, спереди. Открыть. А где у нее? У нее даже нету... Двигатель сзади у нее? У нас электрический полный. Не дайте знаю, где вы найдете электрический. И сзади тоже ничего нету, да? Ну, пока. Купила я на свою голову, получается. Час к вам Тесла приезжает? Ну, такие машины я первый раз не купил. Первый раз вообще? Наверное, это все. А вообще какие-то электрокары? Может, вы знаете, где можно подрядиться? Не знаю, только на выноске электрокары. Такая машина не заправляет. Ой, блин. А вы нас спалили. Как же так? А шоколадку хотите? Мы на самом деле очень хорошее видео снимаем. Вот вы зря смеетесь. Да, я понял. Я очень рада спалить. Держите шоколад. Пожалуйста. А это тоже электрический? Это киприт. Держите, спасибо, что помогли. Спасибо. Блин, он спалил меня. И спалил не заправщик, а спалил сотрудник Яндекса, который выходил из тачки автопилота, который постоянно курсирует по вот этому мостфильмскому району. Он выходит и говорит заправщику, эй, братуха, тебя там снимают, ты что, не видишь? И заправщик максимально быстро изменился в лице, так сгрустнул немного и пошел заправлять тачку. А я говорю, зачем вы это сделали? Мы как бы мило просто разыгрываем человека, а потом хотели ему шоколадку подарить. Он такой, нет, вы там плохо поступаете. Я потом ему объясняю наш социальный эксперимент. Он такой, ааа, но это другое дело. Тогда заходите к нам в Яндекс, мы вам все покажем. Вот наша цитадель, вот она прямо рядом. Это было круто, я ему тоже шоколадку подарила. Очень хорошие заправщики нам попадаются. Спасибо им большое, мы каждому дарим по шоколадке, чтобы у них было хорошее настроение. А это мы видео снимаем, это вам, держите. Спасибо большое, пора планировать. Спасибо, до свидания. Мальчики, на самом деле мы снимаем видео. Сюда ждите, не уходите. Держите, это вам. Держите, шоколадку возьмите, пожалуйста. А джи видео, джи. Блондинка Драйв канал. Вот спасибо вам большое. Держите, держите. Это шоколадка вам. Возьмите, возьмите. Хорошего дня вам. Держите вам для хорошего настроения. Шоколадка. До свидания. Ну ладно, в другое место туда поедем. До свидания. Вот сразу видно солидарность мужчин. Когда они понимают, что женщина за рулем, тем более если она купила только машину и не понимает, что это электрокар, с ней нужно аккуратно очень разговаривать, а то она еще может спылить. Один вообще не понял, что это электрокар, а другой ему подсказал. Так ты ей скажи, что это электрокар. Ведь он боялся мне напрямую это сказать и сказал вот через своего гонца передать мне эту информацию. Почему заправщики такие милые? Он опять нас начал спрашивать, а где, а что? А у вас нельзя, а у вас же Тесла. Ой, смотри, а у тебя по-другому, и у того пустыни, что ты не делаешь. Я слышала, что такая машина в Америке стоит 70 тысяч долларов. Ну а в Москве цены на такой автомобиль, они, конечно, разнятся. Предлагаю вам ознакомиться с ценой этого авто на Дроме. А это, между прочим, приложение номер один по продаже и покупке авто. Так как это сделать? Заходите в приложение Дром, ищите в поисковике Тесла Model 3 2021 года, поиск по Москве. И он выдает вам весь перечень и наличие автомобилей в Москве. Все очень просто, причем с пересчетом на рубли. Очень удобно. О, какой крик! Мужик смеется. Мужчина на Шкоде так сильно заржал, когда я пытаюсь найти, как открыть этот лючок бензобака. Он начинает просто смеяться, смотрит на этого заправщика. А заправщик такой милый! Он реально начал мне помогать. Давайте подведем, точнее, давайте вольем бензина, а потом нет. А куда вливать, непонятно. Такая милота у моря, конечно. Вот, открыть. Все, багажник открыт, отлично. И там, наверное, должно быть, куда вливать масло. Опа-на! А что? Здесь у нас отдел багажника. А где двигатель, простите? А, вот, смотрите, смотрите! Это омывайка. То есть это не масло? Нет, это омывайка, туда добавляется лопаток. Ага. А масло уже у нас должно быть под крышкой. Так, 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 давайте не будем. Подождите. Ой, какой ужас. Мотор под машину. Тут два больших аккумулятора снизу. Мне сказали, что это машина, которую нужно и заправлять, и вливать за масло. Это называется, знаете, как робот. Давайте прикрепим сразу обратно. А то я так не смогу уехать. Я это вам все верну обратно, вы не переживайте. Я вам могу забрать свой сервис, где я обслуживаюсь. Если что, вы почините ее, да? Да, без проблем. Я вам сейчас мозги даже могу ее залить. Давайте, посмотрите. Новая машина. Да, а почему она... Расход масла не должно быть вообще. Так я ее покупала, ну, в БУ, понимаете? Ладно, мужчина, мужчина. Это Тесла. Мне кажется, что у нее нет смысла куда заливать. Масло? Да. И мы просто снимаем видео, а вы хорошо попали под это видео. Держите, это масло. Нет, нет, нет. Держите, держите. Я вам масло залил. Не надо. Не надо. Тем более у меня не то, которое не для Тесла масло, не получится его залить, оно для Лекси. Мне вам огромное спасибо. Я, честно сказать... А вы знаете меня, да? Да, давно? Был удивлен. Третий класс здесь. Ну, как бы, думаю, как это привело вас в наши края, да. Поэтому приятно, очень приятно. Я поэтому хотел с вами сделать совместное фото с нашими двумя ласточками. До свидания. Давайте лапку. Пока-пока. Приятно было, да, с вами поболтать. Все, поехали, до свидания. Ребят, всего хорошего. До свидания. Спасибо за шоколадку. До свидания. Напомню, что цену именно этой Теслы вы можете найти на Дроме по ссылочке внизу. Ищите конкретно эту модель там и пишите, как вам вообще цена. Я буду все читать. Ну что, ребят, выпуск получился мега смешным. Я столько сострадания, сочувствия и непонимания со стороны мужчин еще не видела. Но это того стоило. Особенно спасибо тому подписчику, который поднял мне дикое настроение. И даже несмотря на мои просьбы не вливать масло, все равно хотел идти до конечного даталова. Это хорошая черта моих подписчиков. Спасибо, что смотрели этот видос. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Но если вы не хотите сейчас покупать Теслу или вы хотите просто примериться как-то там, посмотреть, что это вообще за электробас, заходите в Tesla Carrent. Классные ребята. Арендуйте там Теслу на любое количество времени. И там все есть модели. От Tesla Model 3, X, Y, все буквы алфавита, да еще и Play тоже есть. Переходите к ним. Продолжение следует...